физкульт привет друзья и ученики я снимаю видео о том как тренироваться как тренироваться при проблемах со спиной и преимущественно мои ролики о том как тренироваться для натуралов потому что тренинг натурала конкретно отличается от тренинга на фармакологии чем тем что на фармакологии вы можете тренироваться как вашей душе угодно и все равно будете видеть результаты тренируясь без фармакологии вы вынуждены тренироваться грамотно подходить к этому вопросу со всех сторон со всех имеющихся на данный момент сторон накопленный опыт практики и теории и сегодня я вам покажу тренировку рук как накачать большие руки натуралу естественно любая тренировка начинается с разминки вы знаете я советую делать разминку на грибном тренажере вот мы сейчас к нему идем но вы видели что я размялся 5-7 минут на вело тренажере и вы поймете почему после я все равно делаю разминочку на концепте на грибном тренажере потому что это мой любимый тренажер о нем есть отдельное видео я считаю что это лучший тренажер и единственный тренажер совмещающий в себе два вида нагрузки совершенно противоположных вида нагрузки аэробный и анаэробный здесь я тоже работаю около двух минут пока не согреюсь я стараюсь сохранять тепло в теле и тренирую разминку начало многих упражнений тоже в кофте в какой-то теплой одежде почему потому что живя во флориде во всех помещениях кондиционеры и в тренажерных залах тоже и откровенно говоря прохладненько нужно сначала хорошо разогреться ну что ребята мы идем на приседания да да не удивляйтесь тот кто смотрит мой канал уже не первый день знает что для натурала очень важны гормоны как в принципе и для химика единственное что химик имеет постоянно высокий уровень гормонов в крови а натуралы не имеют и естественно для того чтобы накачать руки нам необходимо начинать тренировку как в принципе и любую тренировку с гормона выбрасывающих упражнений а нет ничего лучше приседаний становой тяги либо спринтерских выбеганий также хорошо выбрасывают в кровь гормоны запрыгивания на высокую платформу либо просто прыжки из низкого седа с высоким подниманием коленей груди а также вы знаете что хорошо выбрасывают гормоны в кровь движение когда вы делаете экстензии спины с одновременным отведением гантелей в стороны но это упражнение я прибегаю когда тренирую дельты сегодня же хочу потренировать руки и давно не делал приседания было много хоккейных игр поэтому я давал ногам отдохнуть и сейчас я хочу поприседать я буду делать сегодня приседания на количество раз повесим килограмм 150 и попробуем сделать сколько получится но минимум раз 15 естественно сначала всегда делаем разминку в разминке самое главное размяться и не утомиться многие из вас делая разминку выполняют огромное количество повторений но это не разминка эта работа а этого нужно избегать вы должны подготовить свой организм к работе а не утомить мышцы и еще покажу вам развею один миф что невозможно тренироваться укладывать свою силовую тренировку в 50 минут времени не считая время на разминку и заминку поэтому в основном я буду не обрезать этот ролик чтобы вы видели как я выполняю разминку как я приседаю сколько это занимает времени и я думаю что мы с вами уложимся сегодня даже меньше чем в 50 минут при этом сделаем три упражнения на бицепсы и три упражнения на трицепсы но при этом в начале мы еще и поприседаем что я сейчас и делаю после того как от приседа в кровь выбросится большое количество гормонов мы будем тренировать руки как вы знаете из лекции профессора виктора силуянова кто не знает гормоны идут только в работающие мышцы если они конечно есть в крови приседаниями мы сделаем выброс гормонов в кровь а уже непосредственно упражнением на руки на бицепс и трицепс загоним эти гормоны в руки попробуйте и уже после первой тренировки вы поймете и почувствуете разницу в тренинге когда вы тренировали просто свои руки или когда вы потренируете руки после приседаний либо после становых тяг либо после любого другого гормона выбрасывающего упражнения это еще будет разминочный подход обратите внимание что я не делаю большое количество повторений 5-6 повторений будет достаточно а иногда и меньше все зависит от того какой запланирован рабочий подход с каким весом и на какое количество повторений от этого я и строю свою разминку о разминке вы можете посмотреть отдельные видео конкретно о специальной разминке и общей это два разных понятия ну что я размялся сейчас готов к рабочему подходу подготовим штангу повесим на нее чуть больше 150 килограмм обязательно одеваем замки чтобы блины не смещались по грифу особенно когда мы будем делать большое количество повторений это может произойти а техника безопасности очень важна всегда помните об этом многие говорят что 50 минут тренинга это очень мало и невозможно уложиться в такой промежуток времени но я вам говорю что 50 минут тренинга иногда даже это очень много но опять таки повторюсь это чисто силовая работа разминку и заминку мы не включаем в эти 50 минут если вы тяжело интенсивно тренируетесь и у вас выходит больше 50 минут то я уверен если вы конечно не стронгмен или пауэрлифтер вы страдаете херней в тренажерном зале а не работаете попробуйте позаниматься по моим программам отдыхая минуту полторы между упражнениями между подходами и вы увидите что легко можно укладываться в 50 минут а то и меньше естественно нужно понимать что когда мы делаем такие упражнения как приседания становая тяга нам требуется больше времени на восстановление между подходами между упражнениями также не забывайте это очень важно почему у многих не получается укладываться в заданное количество времени вот представьте вы тренируете к примеру сегодня ноги сделали общую разминку и первым упражнением у вас идут приседания сделали специальную разминку к приседаниям это где-то 3-5 подходов максимум потом поработали в приседах у кого сколько подходов выходит и отдыхаете переходите к следующему упражнению что делает большинство к примеру пусть это будут жимы ногами большинство начинает снова с специальной разминки но зачем это делать когда ноги у вас уже размяты вы отберете у себя еще минут 10 времени на то чтобы размяться а ваши ноги уже разогреты и готовы к работе максимум что вам нужно сделать это повесить вес равный 50 или 70 процентов от запланированного на данный день тренинга и просто выполнить один подходик чисто чтобы прочувствовать движение если вам это нужно а возможно вам это и не понадобится вы можете сразу установить необходимый рабочий вес и так для каждой группы мышц и для спины и для грудных и для рук специальная разминка подводящая разминка к рабочим подходом нужна только в первом упражнении понимаете какое огромное количество времени высвобождается для тренинга и по сути разминка вам не нужна уже ваши мышцы уже разогреты и общей разминкой и специальной разминкой для первого упражнения и вы спокойненько можете работать не опасаясь риска получения травмы ну вот ребята я закончил с приседаниями сделал не помню сколько посчитайте то ли 15 то ли 17 повторений со 150 килограммами утомился чувствую что гормоны заиграли в крови желание качать руки только увеличилось обязательно разбирайте после себя штангу либо тренажер любой другой снаряд убирайте гантели почему потому что это уважение в первую очередь к себе и к другим людям если вы не будете разбирать другие не будут разбирать зал превратится в большой бардак и это кстати также травмоопасно всегда оставляйте после себя хорошее удобное рабочее место а представьте ведь девчонки тренируются с нами в одних залах если вы не разберете такую штангу то они просто не в состоянии это сделать самостоятельно им нужно будет кого-то просить либо вообще просто не выполнять данное движение это не есть хорошо ну что разобрали штангу заодно отдохнули и двигаемся теперь к тому зачем мы сегодня пришли в зал будем бомбить долбить наши с вами бицепсы и трицепсы я в принципе не знаю натурала который был доволен своими руками размером бицепса или размером трицепса и я думаю что вы как и я не исключение исправил начнем сегодня с бицепса в принципе я всегда чередую на одной тренировке если у меня совместная тренировка бицепса и трицепса я делаю первым упражнением бицепс вторым трицепс а в другой раз в такой же тренинг я меняю местами трицепс бицепс но часто я работаю на трицепс после дельт а на бицепсы я люблю работать после грудных мышц приз когда же я тренирую руки одним днем я люблю чередовать одно упражнение на бицепс одно упражнение на трицепс а часто бывает один подход одного упражнения на бицепс затем один подход одного упражнения на трицепс пробуйте разные варианты найдите тот который лучше для вас а лучше всего конечно же чередовать почему потому что нет ничего хуже для нас с вами да и для любого человека чем утомление переутомление центральной нервной системы центральная нервная система залог любого качественного действия если она утомлена то сигналы не проходят в достаточном количестве и достаточной силы и мощности и мы с вами работаем в пол силы даже если пытаемся концентрироваться мы только на самом деле усугубляем ситуацию еще больше вгоняя центральную нервную систему в переутомление именно поэтому я против линейного тренинга я за периодизацию и нет ничего важнее для натурала чем периодизация именно с точки зрения сохранения здоровья суставов но и также с точки зрения кпд повторюсь если вы утомите линейной работой центральную нервную систему то вы просто будете тормозить себя в прогрессе будет думать что вы вообще неправильно тренируетесь почему плата почему нет роста причина одна тупость всегда думайте головой что вы делаете естественно если вы не новичок новичку периодизация не нужна новичок должен поставить для себя целью маяком определенные силовые показатели я рекомендую ознакомиться с моими статьями ступени где от начального уровня я вывожу вас в принципе за два года до уровня среднячок когда можно переходить и нужно на периодизацию ссылки на статьи я дам в описании к видео обязательно изучите неважно какой стаж у вас тренинга просто советую прочитать в каждой статье есть силовые тесты по которым вы можете определиться на каком уровне на какой ступени вы находитесь возможно вам нужно вернуться назад чтобы начать снова тренировать силу довести ее до определенного уровня потому что кто бы чтобы вам не говорил для натурального тренинга результат дает только сила за силой приходит масса у людей применяющих фармакологию так вопрос не стоит там вообще в принципе не стоит никаких вопросов по поводу тренинга потому что все чтобы вы не делали накачивает мышцу кровью соответственно пригоняет туда гормоны и вы получаете то что хотите но справедливости ради следует заметить а я уже имею большой стаж 25 лет тренинга что многие принимая стероиды не получают никакого результата понимаете и говорить о том что методика не важна некорректно методика важно как для натурала так и для химика и если вы грамотно делаете свои тренировки строите свое питание то вы получаете хороший результат и не важно используете вы фармакологию не используете всегда нужно думать головой и подходить грамотно это касается не только наших с вами тренировок а любого в принципе вида деятельности в социуме вот мы сделали бицепс вы видите я тоже не обрезал специально чтобы вы видели сколько это заняло времени и разминаться я буду только в этом первом упражнении для бицепса и в первом упражнении для трицепса последующие упражнения будут включать в себя только рабочие подходы потому что и бицепс и трицепс будут уже хорошо разогреты будут подготовлены к серьезной работе и я не боюсь получить травму в принципе нет риска получения травмы потому что и организм и конкретная мышечная группа готова разогрета и проработана уже в одном упражнении сейчас мне осталось сделать рабочий подход в данном упражнении я полюбил это упражнение не так давно хотя все равно испытываю дискомфорт в плечевых суставах но я очень хорошо и качественно чувствую бицепс бицепсы находятся в такой растянутой позиции и последнее время я слежу за тем чтобы тренировать бицепсы под разными углами именно отношения плеча к корпусу вот сейчас у меня плечо уведено назад следующим упражнением на бицепс наоборот будет выведено вперед и последним третьим упражнением на бицепс будут подъемы штанги на бицепс когда плечо будет параллельно корпусу данное упражнение очень качественно растягивает бицепсы вы получаете как раз таки ту накачку которые мечтаете я люблю еще в конце тренинга тоже делать одно один подход данного упражнения чисто совершенно с легким весом для того чтобы просто растянуть мышцы и накачать них побольше крови ребята всегда вытирайте после себя лавки и перед тем как садитесь на лавку если в ваших залах нет такой вот водички с антисептиком то приобретите ее я сделаю видео о том насколько это необходимо а это поверьте мне необходимо потому что большинство проблем с кожей вы получаете именно в тренажерном зале ну что идем дальше а следующим упражнением будет трицепс одно из моих любимых упражнений для трицепса это разгибание рук в кроссовере в верхнем блоке я часто делаю это упражнение первым либо если тренирую дельты часто бывает что это единственное упражнение на руки вы знаете я пропагандирую то что нет смысла качать очень много преимущественно руки нужно делать акцент на больших крупных мышечных группах кто не знает советую настоятельно ознакомиться с моими трудами есть и статья и видео рейтинг мышечных групп вы поймете насколько важно прокачивать сначала спину не то что там в один тренировочный день или в недельный день а именно просто спина это то что задает прогресс всему остальному мышечному корсету и даже если вы будете делать только одну становую тягу вы будете прогрессировать и будете расти потому что у нас с вами растет весь организм целиком есть даже такая закономерность когда вы набираете неважно жира или мясо 4 килограмма то ваша рука увеличится на сантиметр рукавой на 2 у везунчиков но нам с вами естественно нужны мышцы они же кстати настоятельно рекомендую ознакомиться с моим трудом инсулин где я рассказываю о том как правильно грамотно тренироваться и питаться когда и что есть когда тренироваться как спать и отдыхать потому что инсулин это самый мощный гормон самый мощный анаболический гормон который только существует и инсулин питает мышцы и питает жир а вот от того как вы строите свой тренинг и еще больше от того как вы строите свой дневной рацион когда и что едите зависит то какие клетки инсулин питает жировые или мышечные некоторые люди некоторые специалисты с этим не согласны но попробуйте придерживаться этих простых правил принципов и вы увидите насколько будет меняться композиция вашего тела мышц будет становиться больше жира будет становиться меньше а это закономерность чем больше у нас с вами мышц тем меньше жира в принципе но чем больше жира тем меньше мышц это тоже действует не забывайте об этом все мы с вами хотим иметь хорошо видимые мышцы поэтому ко всему нужно подходить грамотно вот мой рабочий подход на трицепс вы тоже видели без обрезаний видео полностью с разминкой и с рабочим подходом бицепс и трицепс а следующие подходы на руки пойдут уже рабочие единственное я выполняю два подхода если вдруг не угадал сегодняшний день с рабочим весом и не до конца проработал ту или иную мышцу тогда я могу сделать еще один подход либо добавить вес либо наоборот убавить его поэтому всегда чувствуйте как что вы делаете как вы работаете всегда ориентируйтесь на ощущения часто нам хочется сделать больше больше не всегда значит лучше ребята как и в сексе не количество а качество лучше в принципе этого принципа придерживайтесь вообще в любой вашей жизни деятельности и будете получать не только пользу но и отдал и удовольствие от всего того что вы делаете чем занимаетесь попробуйте это на себе и убедитесь это одно из моих любимых упражнений на бицепс вы видите что здесь в отличие от первого упражнения плечевая кость выведена вперед и с упором что позволяет более качественно нагружать именно бицепсы здесь я как нигде чувствую как горят мышцы как кровь и гормоны распирают мышечные волокна ни в каком упражнении концентрированных других сгибаний я так не чувствую следующим упражнением для трицепса будут французские разгибания из-за головы сидя в кроссовере я тоже люблю это упражнение и почему именно это потому что сама динамика упражнения не диктует жестко как в тренажере движение вы можете подстроить это движение так чтобы вам было удобно на что стоит обращать внимание здесь так это на то что локти нужно держать как можно ближе вместе тоже сделал рабочий подходик и идем к любимому для большинства упражнению подъему штанги на бицепс выберем здесь самую большую штангу и поработаем в одном подходе ки но постараемся сделать как можно более качественно главное хорошо определиться с весом но так как этот зал я уже давно знаю тем более сам наполнял его оборудованием я четко знаю какие веса мне нужны в том или ином движении главное повторюсь это конечно чувствовать работу мышц стараться чтобы локти как можно меньше ходили чтобы они были в принципе в одном положении если вы сможете работать когда локти чуть-чуть слегка выведены вперед и не уходят назад это будет идеально потому что это как раз таки задает максимально полную амплитуду движения в данном движении вообще я люблю делать это упражнение последним только до того потому что мышцы уже утомлены и естественно не нужны огромные веса что снижает риск травмы но никак не уменьшает нагрузку на бицепс как вы понимаете потому что они уже предварительно утомлены двумя упражнениями а вот еще одно из моих любимых упражнений для трицепса отведение руки разгибания руки в кроссовере но выполняю его слегка необычным способом разгибаю руку в сторону я так гораздо лучше чувствую трицепс и как мне кажется амплитуда получается гораздо длиннее а это как вы понимаете включает в работу больше мышечных волокон вот как я это делаю становлюсь как для грудных мышц или прокачки бицепсов кроссовер берусь одной рукой и делаю разгибание старайтесь чтобы негативная фаза движения в любом упражнении была медленней чем позитивная позитивная фаза должна быть и может быть мощной взрывной а негативная должна быть замедленной чувствуйте что вы позволяете что вы мышцей опускаете вес они вес за счет силы притяжения просто тянет вас к низу это очень важно и когда вы это прочувствуете многие увидят что необходимо брать в тех же жим их лежа или в каком либо другом упражнении вес поменьше потому что как раз таки нет вот этого ощущения четкой работы мышц мышечных групп на которые мы работаем а это очень важно и качественно старайтесь это ощущение всегда чтобы вас переполняла если вы потеряли ощущение в работающих мышцах это говорит о том что вам следует прекратить тренинг на данную группу и вообще в принципе остановиться ну что ребята попробуйте повторить эту тренировку и обязательно в комментариях отпишитесь мне как она вам понравилась и как вы чувствовали свои мышцы всем пока увидимся в следующий раз а